Всем привет, мои хорошие! Я, как всегда, рада, что вы зашли на мой канал, рада, что вы интересуетесь мной и моей жизнью. Сегодня хочу вкратце рассказать, что у меня происходит, что у меня нового. В общем, так, все вы знаете, что недавно я закончила обучение в Корусе на инструктора групповых программ. После этого, через две недели, Фитнес Хаус предлагал принять участие в кастинге. Если ты принимаешь участие в кастинге и проходишь этот кастинг, то тебя берут на работу. Ну, я пошла на этот кастинг. Все две недели после экзаменов я продолжала это все учить, потому что экзамен, он, знаете, ну, как бы такой, его, в принципе, ну, я не скажу, что легко было сдать, но его можно сдать. А вот кастинг, если ты уже действительно что-то не знаешь, что-то не умеешь, плохо выучил, растерялся, затрясся, заволновался, вот тогда-то уже нет никакой гарантии, что тебя примут, возьмут, потому что, ну, это уже, понимаете, они одно дело обучают, а другое дело они берут к себе на работу. Если ты не уверен в себе, чего-то не знаешь, зачем он такой сотрудник. Ну, в общем, короче говоря, ходила я на кастинг, как раз в одном из видео я говорила, что у меня должно быть важное событие, к которому я готовлюсь. Вот я как раз про кастинг и говорила. Я кастинг прошла и была этому очень рада, после чего мне позвонили с фитнес-хауса и предложили прийти к ним на собеседование. Ну, я думаю, чем черт не шутит, пришла я на собеседование, мне дали огромнейший список, стажировочный лист, который я должна пройти в ближайшее время, то есть ездить по разным клубам, к рекомендованным тренерам и просто посещать их занятия, ну, как бы, как еще раз, как учиться, уже, боже, учиться, учиться, сколько раз можно учиться, я не знаю уже. В общем, продолжать у них учиться, они ставят подпись, что ты у них был на уроке, и вот такой лист огромный нужно пройти. Чем я буду заниматься всю следующую неделю? В разных углах, в разных концах города находятся эти клубы, у меня есть такой день, где мне надо быть с утра в одном конце города, а вечером в другом конце города. Ну, ничего, ничего, я задалась целью, я справлюсь, но самый прикол, что после того, как ты проходишь этот лист, будет еще один экзамен, и вот там, если ты опять-таки все это запорол, опять тебя не возьмут. Короче, чтобы устроиться в фитнес-хаус, это, знаете, как в космос улететь, честное слово. Я понимаю, что это крупная сеть, да, но, я не знаю, экзамен, 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 проверка, проверка, обучение, обучение, ну, сколько можно всему этому обучаться. Зачем я устраиваюсь в фитнес-хаус? Это не предел моих мечтаний совершенно, конечно, там, я не скажу, что большая зарплата, нет, этого там нет, но я хочу набраться опыта. А фитнес-хаус, это один из тех клубов, где лучше всего набираться опыта. Вот прям задалась я целью, я обучение прошла, я всему научилась, но опыт такая штука, как говорится, он очень важен, да, теория это одно. Ну, понятно, практику я тоже знаю, потому что я тренируюсь сама, но все равно тут же ты преподаешь, тут же ты учишь людей, а не просто сам занимаешься. И вот для этого мне нужен опыт. Короче, если получится, я устроюсь в фитнес-хаус, представляете? Вот, ну, для этого мне нужно приложить опять огромнейшие усилия, и опять я продолжаю все это учить, так как впереди меня ждет еще один экзамен. Если я его не пройду, ну, буду, значит, учить дальше, может быть, чего-то я все-таки не доучила, может быть, где-то растеряюсь, кто его знает, как будет, так и будет. В любом случае, я ничего не теряю, я продолжаю развивать свои мозги, я продолжаю развиваться сама, потому что я не стою на месте, и мне это обалдеть как нравится. Конечно, я устаю, я вся замученная, я прям вижу, что у меня даже лицо какое-то все стало не такое, все замученное, измученное такая. У меня тут еще от плохой погоды было давление, голова болела целыми днями, потому что в Питере вот такое хмурое серое небо, погоды нету, холодина, дожди. Это, конечно, на мне тоже сказывается, так как я метеозависимая. Что хочу сказать. Как вот вы думаете, если я наберусь опыта, все это, как говорится, разложу в своей голове по полочкам, буду уже вести занятия, я подумала, а не организовать ли нам какие-то с вами уроки в онлайн формате. Допустим, если есть среди вас, среди зрительниц девочки, которые хотят, допустим, заниматься, но нет у них возможности. Может, маленькие детки, нет возможности ходить в зал, либо, может быть, стесняются, либо просто попу свою от дивана не оторвать. Я подумала, сейчас я вот это все освою, составлю свой план тренировок, и мы с вами, если вы желаете, можем как-то организовывать какие-то онлайн уроки. Допустим, в назначенное время по Москве я говорю, как подключиться, будем подключаться через интернет, я буду заниматься, вы будете заниматься вместе со мной. С каким-то элементарным, простейшим, недорогим оборудованием, там буквально две гантельки или что-то в этом духе. Это все, кстати, стоит копейки. На том же маркетплейсе это можно купить недорого. Даже в Галамарке я видела, кстати, гантели по очень хорошим скидкам. Так что вот, пишите в комментариях вообще, вам в принципе на будущее интересно, был бы такой интересен формат. Потому что диплом у меня есть, сама я все знаю, в принципе, имею право учить людей, да. Сейчас я еще наберусь опыта, именно как правильно объяснять людям, потому что сам-то знаешь, как, а надо же объяснить, все правильно подсказать. И в общем, а почему бы и нет, я подумала. Девочки, короче, пишите, обратная связь мне от вас очень нужна. Плюс еще ко всему в этом клубе, в который я устраиваюсь, мне предложили еще пройти дополнительное обучение. То есть они меня сейчас уже устроили туда, но по договору пока временно, так как я не прошла еще стажировку. Так я вообще уже электронную трудовую туда, выписку из пенсионного фонда, свои документы, все это уже снесла. Это все у меня уже приняли. В общем, они предложили мне продолжить обучение на еще три дисциплины. Ну, потом я вам позже скажу, какие я, наверное, даже, может быть, если мне удастся, запишу, как это проходит. Но здесь, слава богу, уже формат обучения онлайн. То есть с 13 по 20 июня я буду проходить онлайн обучение, подключаться по ссылке, смотреть урок. Ну и потом у меня будут допуски и к этим занятиям. Это как бы уроки под названием плюс. То есть есть там бодискаут, а есть там, допустим, бодискаут плюс. Там фитбол, есть фитбол плюс. То есть более расширенные. Это платное занятие, я тоже за это заплатила деньги. Но там, так как я уже, как считаюсь, как сотрудником фитнес-хауса, там вообще копейки. За 600 рублей я пройду три дисциплины, показываю вам, три дисциплины и буду еще больше уметь. Буду еще более такая, знаете, гибкая, универсальная. В общем, короче, учеба у меня, ребят, не прекращается. В следующей неделе я буду ездить по клубам, стажировки отмечать и плюс еще начинаю новое обучение по трем дисциплинам. Вот так. Ну я безумно этому рада, мне это все нравится. Единственное, знаете, как-то я вот сначала все нервничала, нервничала, когда начинала обучаться в корусе. А сейчас я уже как-то так успокоилась. И знаете, недавно я себе еще, так как у меня повышенная очень нагрузка и умственная, физическая, я себе купила афобазол. Почитала я отзывы, что это очень хороший препарат и реально он помогает при, не то чтобы даже нервозности, я не нервничаю. Но вот какой-то все равно же есть, когда экзамен сдаешь, ты же нервничаешь, все равно так или иначе. И вот я стала принимать этот афобазол в профилактических дозах. И знаете, себя как-то прям лучше стала чувствовать. Отзывы почитала, там все пишут, что прекрасный препарат, так что если вы тоже нервничаете, я вам могу посоветовать пить афобазол. На себе проверено, он очень-очень хорошо на меня влияет. Нет никакой сонливости, просто я такой, знаете, вот появился здоровый пофигизм. Не думаешь о том, как это то, как я просто иду шажочками, мелкими шажочками я иду к своей цели. Не думаю, что впереди меня большая там гора, да, и как на нее забраться. Я просто вижу маленькую тропку перед собой, которая немножко-немножко меняет направление вверх, и оно когда по чуть-чуть особо не ощутимо. Так что вот, вот такие новости, ребят. В общем, это было такое у нас коротенькое видео, новости с полей. Ну, дальше, конечно, дальше еще будут видео. Буду что-то вам показывать, рассказывать. Ну, а сейчас пока прощаюсь с вами, мои хорошие. Всех целую, всех люблю. Пока-пока. Не забудьте написать в комментариях, что вы думаете по поводу всего этого.